Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Доживем до понедельника» В студии Григорий Гельфер, Евгений Гензин и Борис Васильев. Добрый вечер! На прошлой неделе, наверное, главное, политическое событие, состоялась первая сессия Верховной Рады 8-го созыва, которую мы избирали. Если вкратце, то итоги таковы. Депутаты приняли присягу, соорганизовали коалицию и послушали президента. Да, президент, говорят, что это была самая яркая речь, что сам ли президент, либо спичрайтеры постарались. Он говорил очень зажигательные вещи о том, что мы никогда не будем федерацией, что мы поборем коррупцию. Ну, много, в общем, чего говорил, и все по делу, и все, в общем-то, высокохудожественно. Теперь хотелось бы, чтобы этот сценарий был воплощен в реальность. Ну, на самом деле, реализовывать вроде есть. Кому собралась коалиция? 302 человека. Это большинство, причем конституционное большинство. Называется Европейская Украина. Поэтому там ни оп по блоку, ни тем, кто голосовал за эти все диктаторские законы, делать нечего. Ну, вот просто есть, значит, там это блок Петра Порошенко, 146 человек, даже без Филатова. Значит, Народный фронт 83, Самопомощь 32 человека, Радикальная партия 22 человека, Батьковщина, 19 человек. Ну, и есть еще две группы, потому что 19 человек – это уже такое количество, что можно сформировать вот группу. Это вот Хамутинника, экономика развития, и воля народа Еремеева. То есть, такие… Ну, я смотрел, тот еще бестиарий. Да, это такие лошадки. Бестиарий конкретно там. То есть, сразу понятно, что не все игроки… 302, торги будут. Да, не все игроки, которые участвуют в этих вещах, находятся в стенах парламента коих. Ну, можно просто компьютерную игру делать. Ну, было два результативных голосования, с чем поздравляю. Это был избран Гройсман Владимир, 359 голосов, спикер настоящий. Ну, я так понимаю, разменялись на премьер. Ну, типа, да. И, значит, Арсений Петрович Яценюк, 341 голос, тоже глубоко конституционным большинством. На 18 меньше, да. Группа какая-то, как раз там была, 19. Да-да-да, наверное, какая-то. Короче говоря, вот такие стартовые позиции. Сейчас идет разговор о комитетах, о министерских портфелях. В общем, будем с интересом наблюдать. Ну, мне очень, что, Жанин, скажи, просто мне очень обнадеживает, что вот именно название «Европейская Украина». Это вот сразу говорит. Я вот когда еду с левого берега, допустим, на правый по Новому мосту, и там через весь мост Днепропетровск, это европейский город. Ну, сразу как-то ты понимаешь, что едешь по Европе. А обратно едешь на другую сторону. Не спешите и хиничить, Василий, верьте, верьте. Так а что, только этим мы живем, Евгений. А у них завтра сессия, да, начинают, ну, работают, рабочий день же. То есть, это же получается, что с завтрашнего дня уже там... Если Hyundai довезет по морозцу... С завтрашнего дня же уже реформа начнется, если не с ночи сегодня. Надо же еще успеть пожить по-старому как-то чуть-чуть до завтра. Ну, вот ты, Гарри, говорил, да, что хорошая речь, нам спечатает, хорошо поработали, хлопали аплодисменты. Аплодисменты были. И розы такие. Да, безусловно, по аплодисментам Порошенко первое место завел, но зато Днепропетровщина регион-лидер опять. Помните же, при Вилкуле это клише? И благодаря, спасибо Лучезарному Александру Юрьевичу, мы опять... Пусть по аплодисментам он второй был на этом, уступил все-таки нашему не менее Лучезарному Петру Алексеевичу, но зато по смеху, по уровню стендапа, причем в буквальном смысле встать, от Вилкул сорвал, реально там аплодисменты, и мы опять регион-лидер. Сейчас перед тем, как видеофрагментом показать, но там ничего. Вот там же помните, когда, если кто-то из зрителей не видел этот момент... Оторвался на секунду. Да, когда вот хунта... Перекурить речь президента... Да, сейчас, когда хунта Гройсмана избрала, хунта Гройсмана... Мы, кстати, сегодня с Гариком, ну, экспромтик такой у нас был, что чистая, чисто фашистская хунта, чистая, кроме, блин, пятого пункта. Вот, короче, когда хунта избрала, значит, Гройсмана, бандеровца, а там же до этого сидели все эти представители от всех партий прошедших, Вилкул сидел от этого, от блока этих оппосумов, оппозиционного блока, да, вот они совещались. Потом же был перерыв, и когда Гройсман уже в качестве спикера вернулся, значит, чтобы уже в качестве спикера ввести, значит, эту первую сессию, или как там у них это называется... Он обнаружил свою работу замок. Да, он видит, какая-то помеха справа такая, я не водитель, но, говорят, есть такой термин. То есть, наверное, все, Александр Юрьевич просидел, наверное, весь перерыв, но, наверное, точку примеривал туда, есть же у него шансы быть вице-спикером. Значит, то есть... Ну, еще же не избранный, поэтому шансы не избранный. Все сидел и надеялся, и Гройсман начал говорить, но тут почувствовал, что какая-то помеха справа. Давайте посмотрим этот фрагмент. Вот чувствует, что-то не то. Это же Гройсман, он чувствует. Гройсман чувствует, да. Гоцман. Вот, тут смех, аплодисменты, и приятно, что практически земляк наш. Я думаю, что у нас есть много вопросов, которые нам попринутся. То есть, он ему сказал, что Саша, типа там, Саша, вставай, Саша, везде, закончила свою работу. Клопали, но сорвал аплодисменты, то есть, сорванец все-таки, Александр Юрьевич. Так что, Саша, иди, беги, Саша, беги. Еще несколько слов о другой сессии, также на прошлой неделе состоялась сессия Днепропетровского городского совета. Много вопросов было разных, спорных, не спорных. Беспорных, да. Беспорно, 100% голосов первым, сессия городского совета утвердила первым заместителем, еще одним первым заместителем городского главы, потому что один уже есть, это Медведчук, Крупского Анатолия Федоровича. Ну, сложная реакция. Нет, ну, в любом случае, человек, которого город знает. Повторюсь, 100, ни одного против, ни одного воздержавшегося. Человек, как город знает. У меня в этой связи два, как бы, предположения осмелюсь, да, предположить. Это одно, либо... Как еще действующий депутат городсовета. Ты голосовал? Голосовал, да. А, единогласно. Либо на Анатолия Федоровича по окончании зимы, в зависимости от того, какой она будет, спишут или повесят всех собак, да. Бездомных в том числе. Либо это уже такая заявка на будущее. Ну, то есть, в общем, все зависит, как зима пройдет, так и все. Ну, потому что это вызвало, на самом деле, резонанс. И, как бы, я пока не рассматриваю это как, вот, может, действительно, спалить они хотят кандидатуру, потому что сложное отношение. Сложно. Высшие силы. Когда я говорю о них, я имею в виду чисто высшие силы. Хотя, агностик. Нет, ну, я все-таки закончу, потому что это тема документирования. Документирую, потому что, с одной стороны, нет вопросов насчет опыта там Крупского и так далее. И насчет кадрового голода даже среди, в общем-то, давайте назвать вещи свои, победившего Майдана. Скажем, используем такое клише. С другой стороны, перед глазами, вот, не могу ничего поделать, вот это ли сопли, но это не только сопли, это еще кровь. Перед глазами 26 января, где там, возможно, ДОТ, как говорят, был на седьмом этаже, Вилкул контролировал откуда-то свыше, а Крупский... Физически он там был один, да. Да, физически там был Крупский, и я это видел, и у меня это не стыкуется. Люди во власти всегда являются... Я пока не решил... Ну, посмотри, Женя, прошел год. Я пока не решил, кого я ставлю на город. Год прошел, да. Если у прокуратуры, у других каких-то органов нет вопросов к Анатолию Федоровичу, ну... Мир возвращает невинность, ладно. Ладно, будут выборы. Давайте вспомним, что именно он поздравлял область, кстати, из нем независимых. Позырим, позырим, да. Я просто хочу сказать, что кадровый голод – это тот голод, который вот не утоляется так быстро. И, ну, есть вот Анатолий Федорович Крупский, ну, будем надеяться, что зиму мы хорошо переживем. А кадровый голод на уровне всей страны как-то утолять тоже нужно. Вот когда Женя говорил об аплодисментах, то вот фраза Порошенко о том, что мы будем приглашать на антикоррупционный вот этот вот комитет, значит, иностранца, вызвали тоже аплодисменты и смех. Но смеха не было. Три кандидатуру он, по-моему, пригласил. На самом деле, вот идея о том, что нужно приглашать зарубежных специалистов, она же, я помню, впервые была в 862 году, пригласили этого Рюрика, там, Тровара и Синеуса. Даже не тысяча, да? Просто 862 год. У них не было даже паспортов, там, вот этой, и в Киевской Руси не было. И как-то, ну, правда, два из них почили в Бозе, а третий, вот, Рюрик, он там же... Прижился как-то. Прижился и что-то сложил. Поэтому тут, дай бог, ну, на самом деле, вот фигурируют разные персонажи. Вот последнее, что я прочитал, это что на Минздрав собираются, вот, блок Петра Порошенко Александра Квиташвили. Это был министр здравоохранения и социальной политики. Брон в розыске по линии Интерпола. Серьезно? Ну, я прочитал. Квиташвили, да? Да, Квиташвили. То есть тот же Квит, но Ашвили, да. В Грузии, да. Дальше на Минэкономике. Айварас Абрамовичус. Опять евреи, слушай. Уроженец Вильнюса. Виксельбергус. Он, между прочим, партнер шведской компании «Ист Кэпитал». И на Минфин вот женщина Наталья Яреська, она американка с украинскими корнями, соучредитель тоже там «Хоризонт Кэпитал». Мне почему... Я не против, вопрос. Вот мне Рюрик не был ничего соучредителем, он просто был вот менеджером. Все вам плохо. Донецкие плохо. Кто ответит? Ну вот эти же компании не ответят, наверное. Будут они выходить из состава? Не знаю. Надежда Савченко сказала, находясь в заключении, она сказала, что я считаю, что это неправильно приглашать иностранцев на министерские посты. Вот Янукович приглашал на посты министра обороны, Соломатина. Ничего хорошего из этого не получал. Никто, как украинцы, не сможет защитить свою страну. Но с таким же успехом никто, как украинцы, не сможет ее про... Вот именно, потому что последняя информация, что украинский же суд в Киеве снял, например, аресты со счетов Арбузова. Там мутная на самом деле история. Дело мутное. Потом генпрокуратура. Но за это время, возможно, он успел снять. Не успел. Написали, что не снял. Ну что, деньги на месте. На месте? Ну дай бог. То есть, вот мы просто... Пока вот столько говорится о борьбе с коррупцией и всем прочим, что хотелось бы увидеть фамилию одного человека, который вот на этой территории был за это наказан. Ну вот Гарри говорил о варягах. Я хочу о женщинах поговорить. К сожалению, эта женщина варягом не будет, потому что женщина не свободна. Плохо, когда женщина хорошая, не свободна. Она, вернее, внутренне, я думаю, свободна. Она занята, скажем. Она на посту находится. Она президент. Президент, достаточно заявивший, как наш друг, не просто партнер, друг Литва. Грибауская-то. Вот она... Сам один был. Да, да, да. Россия... Ну да, Литовская. Бойную квоту. Да, безусловный лидер, но, увы, как бы не у нас. Хотя, как всегда кажется, за бугром как бы лучше. Но здесь действительно сложилось впечатление не сегодня. Там у меня и у нас, как бы, Грибауская-тофилов сложилось. Вот она сказала, сегодня Украина борется не только за свою независимость, но и за мир в Европе сейчас и в будущем. Таким образом, обязанность каждого из нас помогать государству, которое борется с хищным соседом, чьи руки обогрены кровью. И вот что взбелинела Россию, она назвала, в общем-то, вещи своими именами. А то есть, она маленькая, это Литва, понятно, у нее есть опора и внутренняя, и, безусловно, опора на западные страны, блок НАТО, чего и нам желаем. Назвала Россию террористическим государством. Дословно, она так сказала, отправка войск без опознавательных знаков, поставки оружия без таких знаков, поддержка террористов. Это террористические действия. Мы должны сказать четко, любая страна, которая так себя ведет, имеет признаки террористической страны. Вот они какой-то вот другой группы крови. Вроде бы бывший Советский Союз и так далее. Да, есть другая вот история. Ну вот, я не вижу вот на клеточном уровне, невзирая на то, что я не приду, меня там, ну, колбасит, честно говоря, когда говорят, все одинаковые, все так далее. И все равно для меня эта генерация, скажем, даже возрастная, Яценюк, допустим, это не, я, ну, иногда, нет, здесь все вменяемые. Вот, и когда говорят, ну, все равно, вот этот ген, эта клетка необратимая какая-то советская, вот, она и в нас, как бы, вот сидит, и вот те, кто сейчас. И в заключение хочу сказать о грамматике. Вот неплохо бы ввести, я подумал, глагол повелительного наклонения в язык. Вот Грибаус кайты, вот именно повелительного. Ну, типа там, Грибаус кайты Украину, ну, давайте уже Грибаус кайты. А у нас есть, нам надо вы Грибаус кайты. Женя, почти такой, за Грибаус кайты. Кому-то Грибаус кайты отсюда. Агребай. Кто это говорил, лупай, это все скалу. Можно Грибаус кайты, это все скалу. И самое главное, Грибаус кайты, с бумы тего варты. Короче, респект этой тете. Короче, про лидеров, про лидеров. Это все, знаешь, кто она? Она обычный, невзрачный менеджер, который нанят на 4-5 лет. Она в этом ряду. Почему? Потому что Министерство иностранных дел Российской Федерации, оно усомнилось в том, что по масштабу личности, нынешние руководители страны Запада могут сравниться с президентом Владимиром Путиным. Это сказал, знаете, кто? Заместитель главы их МИДа, некто Вася Небензя. Небензя какой-то. Ну вот я не знаю, он уже загребал. Так вот он сказал, что как считается, в настоящее время уже нет исторически значимых фигур, типа Шарля де Голля, Джона Кеннеди, Рональда Рейгена. Он же сказал, что нету Ганди поговорить не с кем. Менеджеры на 4-5 лет нанятые, невзрачные, бесцветные, как он сказал. И большинство из них не способно мерить выше, ну, там сел Плинтус, он, наверное, имел в виду Поребрика. Он московский, правда. А их политический вес оценивается не по делам и так далее. Вот он дипломат резюмирует, что наблюдается такая проблема, как измельчание масштабов политических лидеров. На этом фоне дал понять, что выгодно выделяется российский президент. Он говорит, что не случайно наш президент в лидерах общественных рейтингов, где в западном мире ему... Где ровня в западном мире? Не вижу ни одного. Я, кстати, рост посмотрел Владимира Владимировича, метр 67. Мне кажется, есть повысок. После чего налил еще... А знаете почему? Может, потому что там просто такие серые, невзрачные, бесцветные менеджеры. Может, поэтому и страны такие яркие. Потому что просто Россия великая страна, остальные нормальные. Вот те, кого они называют. Россия, между прочим, знают, как за себя постоять. А кто что понимает? К сожалению, она знает, как за других постоять. Вот проблема еще. И на других тоже. И последняя информация оттуда, что сейчас рассматривается законопроекты в Думе, о том, что будут вводиться санкции. Но вообще по отношению ко всем гражданам, которые, значит, ущемляют ценности. Вот Россия с ущемленными ценностями и интересами. Прищемленные. Чувствует некую болезненность. И вплоть до того, что все граждане стран, которые якобы ввели санкции против России, что им будет и запрещен въезд, и транзит, и вообще все. Казалось бы, ну, в общем-то, закон такой, абскурантийский, да, вот неправильный. Так нет же, его можно правильно использовать. Например, депутат Рашкин из коммунистической партии говорит, что вот мы должны, значит, выслать из России там Пшонку, Азарова. Ну, говорит, Януковича обидели, можем как бы еще не высылать. Но единоросс Валерий Якушев говорит, и Януковича, говорит, в Украину судить. Этот человек предал украинский народ, убежал, значит, он должен быть судим дома. То есть, да, оказывается, этот закон, если его правильно принять, то возглавит этот черный список. В общем-то, люди, которые и у нас не в белом. Так что, может быть, имеет смысл. Значит, Днепр после первого тайма 1.1 с металлургом в Донецк. А Путин Эрдогану сказал, что пока Россия отказывается продолжать Южный поток. Россия отказывается? Да, Россия выдмовляется продолжать. Надо разобраться еще, насколько это нам выгодно, выгодно Днепропетровскому, Кировскому району, в котором живу. Значит, о более все-таки серьезном, нежели Путин и Южный поток, хотя что может быть серьезнее, это война. Все-таки война, я по-прежнему, я говорю, я не верю, никогда не писал никаких пугалок, все в этой великой серой голове может возникнуть, но я не верю в военный сценарий по-прежнему. Поэтому я боюсь гораздо больше нашей внутренней нестабильности и недоговороспособности, и амбиции. И сценарий информационной, а самое главное экономической войны, которая вырисовывается, он мне кажется гораздо более опасным и реальным, опять-таки базирующимся на всей этой нашей внутренней ерунде. Значит, МВФ, ну, то есть перед этим, вкратце скажу, что вот МВФ и Евросоюз, они считают, что Украине достаточно 18-20 миллиардов на текущие и последующие годы, и этих средств действительно хватило. Так что такие 18-20 миллиардов? 18-20 миллиардов, ну, вот, я же без отказа, но есть, этого хватило. Но есть одна заковыка, при условии экономических реформ, а не симуляции вот этого реформенного оргазма, и без коррупции. Я, кстати, вспоминаю, а потом я встречал, опять-таки, применительно, что вот Сковорода когда-то сказал, не учите яблоню родить, лучше отгоните от нее свиней, вот, насчет этой коррупции. Россия же хочет доказать Западу, что он, типа, не прокормит, типа, кредитует Украину, и уже на 2015 году якобы будет у нас 100 миллиардов дефицит платежного баланса, но что, типа, дефолт, как бы, означает. И вот в чем, собственно, сценарий вот этого. И это уже не пугалки, он действительно есть, вопрос, дадим ли мы ему осуществиться. То есть попробую коротко, что вот сколько времени о радостном, сколько времени до банкротства самой России осталось? То есть при условии, это расчеты достаточно серьезные, неизменности санкций и политики непредсказуемо-предсказуемой Путина, значит, примерно 2,5 года. То есть в 2017 году возможен дефолт в этой самой великой стране России. В России, да, то есть может быть в начале 2017 года, вот, не буду говорить, в мае, там, избежать этого и победить Запад, то есть Путин может военным путем на это все, ну, понты, ну, не может. Это будет совершенно сумасшедшим, он все-таки не сумасшедший. К таким ходам событий, то есть он вместе с, ну, вот, так называемой внутренней, вот, этой пятой колонной, это, как называют иногда, экзотически московско-православная украинская элита, экономически уничтожает, ну, то есть курс, там, до 25, ну, за доллар, там, падение ВВП 7-8%, до 15% снижения доходов и так далее. И вот, то есть Россия, и, значит, 40-50 миллиардов дефицит платежного баланса, и в результате, значит, типа разваливает, ну, доводит до дефолта Украину, и в 2016 году он приостанавливает весь свой брутал, все военные действия, там, типа выводит всю эту гибридную, всю эту фигню, вот, и, типа, США и ЕС благодарны, это, типа, купи козу, останавливает санкции, проблема решена, Украина, развай, Россия избегает дефолта, и вот это вот, ла-ла-ла-ла, достигает цели. И поэтому я закончу, безусловно, пятая колонна, это не есть самоцель, борьба с пятой колонной и неохота на вид, но этот фактор, он обязательно будет, и сюда реально вкладывается и будет вкладываться, поэтому это только хардкор, только, конечно же, вторично, первое, это реформы и внутренняя собранность и так далее, но вопрос, безусловно, здесь, вот, по пятой колонне, это будет, безусловно, раскачиваться. Это картина мрачная, я о другой картине. Так, ну, я же не закончил, но у них нифига не выйдет, мне об этом тоже рассказали. А вот серьезные аналитики сказали, нифига, это подсчитано. Не так картина, потому что, вот, англичане, да, несколько английских газет, они же такие, да тошные эти англичане, они другую картину, вернее, о другой картине нам рассказывают. Вот в Англии продолжают настаивать на том, что российская заявка на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года, она получена не совсем честно. Вот газета английская The Independent опубликовала материал, посвященный вот этим всем делам. По их данным, представители английской заявки на ЧМ-18 пользовались помощью бывших сотрудников спецслужб для слежки. Ну, смысл в чем, что якобы, по их данным, господин Платини получил, он очень любит, видимо, творчество Пикассо, и якобы ему была дарована там или каким-то образом... Нарисована. Нарисована. Романом Абрамовичем, чтобы те обеспечили успех российской заявки. Вот, якобы этот товарищ Абрамович, он встречался даже с господином Блаттером, понимаете? Это FIFA определено. То есть по Блаттеру, да, мы хотели попасть на чемпионат мира? Поэтому вот... Да, но это же все чутки, плитки. Соблазная вещь очень такая, конечно, она очень даже стойких людей может заставить поступиться... Даже хороших футболистов в прошлом. Да, и артистов, например. Я вот хотел рассказать о двух своих... Ну, я не знаю об артистов. Да, два моих любимых артиста в последнее особенно время. Ахлобыстин? Нет, Баскови, Киркоров. Казалось бы, да? Мы же не знаем, в какой они там колонии. Они же, в общем, не делают заявления. Оказалось, что они съездили в Молдавию и выступили... Немножко подкосили на выборы. Да, значит, и выступили... В Молдову. Они ехали в Молдавию, понимаешь? Попали в Молдову. Да. То есть, я думаю, что с ними нелеями расплачивались. Они выступили в поддержку там демократической Молдовы. Партия такая, которая, значит, идет в Европу. То есть, по сути дела, они ездили в Молдову агитировать за Европу. И Дмитрий Рогозин, это вице-премьер... Которого они взяли. А бесплатно? Или по убеждению? Он сказал, что интересно, а сколько же это там типа Киркорову с Басковым заплатили, чтобы они их там агитировали, чтобы они стали еврорумынами. Значит, Рогозин это человек, который отвечает за обороноспособность России. И не помещается в танк, ты помнишь? И так опрометчиво восстановить против себя еще две армии. Армию поклонников Киркорова и Баскова. Это очень, мне кажется, чревато. А они молодцы за деньги, но и за демократию, но и за Европу. А Молдовия, все-таки я следил за молдаванами, вообще как слежу за всеми соседями по нашей постсоветской коммуналке. Ты что-то строить собрался? Да, человек вырос в коммуналке. Да, там действительно был триллер, это же действительно вот это так называемое подбрюшье. Россия считает своим подбрюшем, пахом своим считает. Вот что происходит, Молдова, Грузия. Там было качели, триллер. То есть там из главных игроков. С одной стороны были коммунисты, достаточно интересные. Воронин, который в свое время стал врагом для Москвы. Ну коммунисты и социалисты. Ну типа про российский, про таможенный. А у какого коммуниста сын не бизнесмен? С другой стороны были про европейские. Если только не дождь. Да, тут не мешает. Да, так вот вы разговариваете. Да, с другой стороны, значит, товарищи телезрители, были про европейские. ЛДП, не ЛДП, но либерально-демократическая партия Филата. Не Филатова, а Филата, премьера Харри. Ну подожди, дай срок. ЛДП. Потом просто ДП, демократическая партия. И просто ЛП, просто либерально, это лидеров. Там где-то Лупу, где-то ГИМПу, я путаю их. Я не настолько мягно. Но либерально она такая, очень прорумынская, великорумынская. И была интересная патрия. Ее возглавлял Рената Усата. Это реально имя и фамилия. Выросший в Молдавии, родившийся в Молдавии. Но российский бизнесмен, по многим признакам. Молдавский Ренат. Член солнцевской группировки и так далее. Но это была такая, достаточно ФСБшная партия. Ее сняли, в общем-то, потому что платежи они не смогли объяснить, доказать пришедшие из России и так далее. Он призвал уничтожать эти бюллетени. Ну, короче говоря, Москва ставила на соцпартию. Дудун ее возглавляет. Вот. И получилось вот что. Там же качели, там накануне отрубили, что оппозиционные выиграли. Получилась очень такая противоречивая ситуация. Все-таки в парламенте там 101 место. 47 занимают коммунисты-социалисты. Ну, такие, типа пророссийские. А проевропейские имеют большинство. Все-таки 54. 47 на 54. Вот. То есть, 26 формально победитель социалисты. Помните, как у нас была, когда Янукович, вот там, партия региона после перерыва выиграла? 26 победителя. Формально народный фронт, а количество голосов больше у блоков. Короче, но там же есть коммунисты, которые одновременно и за таможенный союз, и за европейскую интеграцию. Вот коммунисты Воронина. Поэтому Молдову будут качать, но, по крайней мере, реванш в этом варианте в Молдове не прошу. А кто у них каноническое православие поддерживает? Не я, честно. Я вот клянусь, не я. Не, но у них там есть, это самое, какая-то там, патриарх какой-то. Вы так вот все там, там Литва, там Молдова. У нас Вилкула, там не знаю. Так вот я вам скажу, что в России Левада-центр опрос сделали. Ну, такой ностальжи по Советскому Союзу. Так вот, количество ностальгирующих уменьшилось. Россияне считают, что распада Советского Союза можно было избежать, это 55%. И сожалеют о том, что это произошло, 54%. Все равно много, но раньше это было гораздо больше, порядка 75%. Раньше сожалело 75%? Сожалело 75%. Еще в 2000-м году. Кто понял, тот сожалел, сейчас их меньше просто. Да, да, просто естественный отбор, да. Вот такое вот. Ну, потому что важен же патриотизм, на самом деле, вот мне кажется. А вот у нас сейчас... Как-то ты не уверен об этом. Да, ну я не уверен, но я просто вот, меня возмутила ситуация, что сейчас вот, например, в адрес некоторых патриотов, значит, уже применяются, значит, какие-то определенные санкции. То есть, под видом того, что, значит, ГАИ борется за то, чтобы были правильные номера на автомобилях, там, не залепленные, не закрашенные, они штрафуют реально людей, в которых написано ПТН, ПНХ. То есть, ну что это как-то, в общем-то, не борьба с патриотизмом. Да, и заставляют их там платить какие-то штрафы. Там, я считаю, что это неправильно. Ну, номер, не знаю, высаживайте, ну пусть на стекле напишут или где-то там на бортах. Ну, пара минутки есть у вас? Да, минутка, минутка одна. Хорошо, я тогда видел, тем более тема российских фейков, там оно, конечно, жесткач. Я вам покажу, сделаю оно в следующий раз, в следующей передаче. А, ну давай. Фейк, нет, не сейчас. А, не сейчас. А, а, а. Это чтобы люди не расходились? Потому что мне на это надо 24 минуты. Вот, тогда я просто о комическом, о Чаплине хочу сказать. Помнишь, мы затрагивали тему, но не о том, а о православном клоуне. Вот российский этот товарищ протеерей, он предложил подумать уже хорошо над созданием православного банкинга в России. Говорит, доколе, как добиться, чтобы Россия не зависела от этих всех центров финансовых, а вот чтобы по нашим правилам, он и привел, по их, по ихним, скажу так, так каноничнее будет, по ихним правилам, привел пример исламского банкинга, якобы, где, значит, который достиг совершенно офигенных успехов. Ну, там немножко, там же другие. Там ростовчичество, без ростовчичества, там и суды и так далее. Вот, и, короче, говорит, получилось же у бусурман, ну, бусурман, мусульман, это я так говорю, он так не говорил бусурман, он говорил только мусульман. Вот, короче, может ли Россия предложить православную систему банкинга, входящую в прямые отношения с Китаем, а не, типа, нечестивым, нью-йорком, гонконгом? А вот эти вопросы, а как же Мамона, там, вот это, я хочу понять прежде всего, вот как это будет, это будет литургия по депозитам, акафисты там по вкладам будут, еле помазание кредитных портфелей, анафема должника. Короче, скрепы не дают нам скучать. Да. Лучше они пусти мне дают скучать, а нам дают. Мы там, наверное, будем прощаться, единственное, хочется сказать, что в Крыму резко возросло количество самогоноварящих жителей, граждан, самогоноварягов. Там с появлением России запретили водку по ночам, да, и поэтому там резко, там какие-то магазины специальные открываются. И в этом смысле Крым наш. Нет, реклама там другая, там вот на сайте размещают такое. Вам надоел рост цены, качество покупаемой водки и спиртных напитков в магазинах, супермаркетах и барах? Вы устали тратиться, травиться поддельными и палеными напитками? Начните экономить деньги. Станьте наркоманом. И перестаньте портить свое здоровье прямо сейчас, уважаемый телезритель. А если Украина воду отрежет, это же там самогон энергозатратная, водоемкая, и нам показывают операторы, что... В общем, надо вести здоровый образ жизни, по крайней мере, до следующего понедельника. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.